День воскресный, день чудесный, но сегодня у нас сюжет не о недвижимости. Давайте сразу внесу ясность. Обычно по воскресеньям у нас выходят ролики на тему недвижки жизни людей, но у нас на этой неделе немножко сдвинулись сроки, и поэтому сюжет на эту тему уже отснят, но выйдет в следующее воскресенье. Но сегодня у нас довольно-таки тоже значимая тема, потому что речь пойдет о реальной ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. Напомню, что последние пять лет я занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей, веду сделки только от официальных дилеров и владею ситуацией. Поэтому в таких сюжетах раз в месяц, плюс-минус я их выпускаю, рассказываю вам в реалии, как продают автомобили, что происходит с рынком новых машин. И вот сегодня я сделал себе заметки, о которых кратко по существу расскажу все в общих чертах. Таким образом, досмотрев этот сюжет до конца, вы узнаете, что в реале творится на рынке по продаже новых автомобилей на момент февраля-начало марта 2022 года. Ролик с тайм-кодами, но тем, кому тема интересна, рекомендую смотреть все. Сейчас я вас познакомлю с реально крутым и очень интересным спонсором выпуска, после чего мы переходим к основным темам. Поехали! Друзья, прежде чем мы продолжим наш сюжет, я вас просто обязан познакомить со спонсором этого выпуска. И зовут его Евгений. Жене 22 года, и он с 17 лет занимается посредничеством. Друзья, честный легальный бизнес. Если я не ошибаюсь, ты занимаешься овощами и фруктами. Ты находишь человека, крупного поставщика, который продает продукт. Ты находишь человека, который хочет этот продукт купить в больших объемах. Накидываешь свою копеечку, как правило, это 50 копеек-1 рубль, и на этом зарабатываешь. При этом ты снимаешь канал и все это детально показываешь. Расскажи, пожалуйста, кому этот контент может быть интересен, и почему ты считаешь, что люди должны перейти по ссылочке в описании и подписаться на тебя. Да, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Евгений, и я автор канала «Успешный посредник». На своем канале я рассказываю, как я вообще пришел к посредничеству, сколько на этом зарабатываю, доказываю, что все это без вложения, куда это может вылиться все из посредничества. Занимаюсь я уже этим 5 лет, и за 5 лет, ребята, я прошел уже очень большой путь, наступило много подводных камней, и во всем этом я помогаю вам совершенно бесплатно, даю любой совет. Ни один человек не найдется на канале, кому я ближе не ответил вконтакте. Даже некоторым отвечаю по телефону, разговариваю, все объясняю. Помогу с любыми вопросами, в любых начинаниях. Доступно это на любом возрастном этапе. Главное просто уверенность, усидчивость. Желание зарабатывать. Да, и желание зарабатывать. Смотрите, внимание, это не какое-то инфо-цыганство, ты не продаешь обучение, ты сам зарабатываешь и рассказываешь, как ты это делаешь. Подчеркиваю, друзья, на картошке, на морковке, правильно? Да, 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 на картофеле, в основном вот эта сфера идет на картофеле. Основу заработка я вот тоже советую как раз-таки новичкам, потому что очень легкая сфера и очень легко стартануть. Большая конкуренция, но и большие деньги в ней есть тоже. Таким образом, у тебя на канале, если перейти, есть различные сюжеты на эту тему, которые можно просматривать и понять, с чего это все начинается, как заходят люди. Какие-то интервью с другими людьми берешь, у кого уже получилось, не получилось. Да, да, конечно, интервью тоже записывали с ребятами, которые уже на этом зарабатывают не первый год. Ребята также помогают потом новичкам, любые советы дают на любом этапе. Друзья, я посмотрел некоторые его ролики и могу вам сказать одно, что на самом деле полезной информации там предостаточно. Он уже владеет ценами, он уже даже рассказывает, по какой цене стоит покупать тот же самый картофель, по какой цене не стоит. В общем, все те, кто хотят получать полезную информацию и при этом своими мозгами, желанием, трудом начать зарабатывать деньги легально, честно, прозрачно, вы скажете, посредничество это барыжничество. Все, что вокруг нас, купил подешевле, продал подороже. Это абсолютно нормально, рыночная экономика. Канал «Успешный посредник» ждет тебя по ссылочке в описании. Поддержите молодого парня, дайте ему возможность стрельнуть, и возможно, кто-то из вас сможет вместе с ним начать зарабатывать честные денежки. Поехали. Значит, в обычной, в простой форме дружеского диалога рассказываю все по существу. Первое, с чего мы начнем, что творится на момент февраля 2022 года. Последний ролик на подобную тему выходил в конце декабря. Январь, как правило, естественно, месяц сам по себе кисленький, потому что праздники многие менеджеры берут отпуска себе, отдыхают по 20-й, 25-е числа, и, как правило, в салоне всегда происходит спад. Это нормальное явление. Этому всему подтверждение различные ролики люди ходят по салонам, показывают, что везде идут наценки, особо-то и народа нету, но и наценки есть. По факту, январь для многих автодилеров месяц провальный, либо плюс-минус кое-как выполнили план. Февраль начался. Такая же история. Сейчас у всех идет действительно сильный спад. Вот есть дилеры, которые план кое-как выполняют, то бишь не перевыполняют, а просто уже как бы и машины стоят, а народ не идет, не покупает. И здесь происходит интересная ситуация. Помните, в одном из роликов я вам рассказывал про грозное письмо от компании Шкоды всем своим дилерам о том, что вы должны продавать автомобили в розничные цены. Поставки налаживаются, делайте все как положено. Это письмо разлетелось по различным пабликам и новостным лентам. Но сам факт того, что дилеры Шкоды, производители говорят вот такого. Серьезно. Как есть, ребята, показываю. Многие говорят, жест некрасивый. Как есть. Всем им, вот по всей нашей стране, плевать на то, что там говорит этот производитель. Доказательство тому, сейчас у многих дилеров уже есть автомобили в свободном доступе. Если раньше нам показывали различные кадры со стоянок, что вот машины есть, но эти машины были действительно привезены под кого-то, уже многие из них были проданы, сейчас ситуация от обратного. Привозят машины 22-го года, и они свободны, они ничьи. Такое происходит, например, у Шкоды, такое происходит у Фольксвагена, такое происходит у других масс-брендов. То бишь, я вам в общих чертах сейчас обрисую всю картину, а не так, что прям по каждому бренду проходится, у кого как. Но вы картину поймете. И что происходит? Вот есть менеджер, он говорит, я сижу на работе, звонков стало там в 5 раз меньше. Руководитель отдела продаж это понимает, и он готов машину отдавать по наиболее выгодным ценам. То бишь, уже не с наценкой там на РАПИ 200-300 тысяч, а 20, 40, 70 тысяч, уже много считается. А есть вышестоящее руководство, которое приходит, проводит совещание, сами они, естественно, не торгуют, но они только вот говорят, давайте так, давайте сяк. И это руководство говорит, не, нифига, продавайтесь и равно с наценкой. Хотя машины есть, их можно продавать, реализовывать. Почему? Вы скажете, вот здесь вот такое хорошее слово подбирается, жадность, хотят бабок. Но по факту это так и есть, плюс ко всему это бизнес. Они видят, что долгое время люди покупали с наценками, и они получали просто космическую доходность. А сейчас все это падает, 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 но кто из нас получает там, допустим, каждый месяц по 100 тысяч рублей, вдруг раз ты начинаешь получать 80, 60, 50, и скатываешься к привычным там, допустим, 30 тысячам. Никто не обрадуется, то же самое происходит у них. И они из последних сил сейчас пытаются вот так вот выжать все соки из людей. Прикольные ситуации происходят. Допустим, мне присылают список, говорят, Дмитрий, смотри, есть Polo, Volkswagen Polo, разные комплектации, с разными коробками, там от самых простых до самых дорогих. Мы готовы их отдавать сейчас без наценок, просто в розницу. Я выкладываю спрос на них минимальный. Я не знаю, почему на Polo просто их особо-то как будто не берут. Хотя, например, те же самые Рапиды, когда в розницу отдают их, они просто вот так разлетаются. Что происходит? Менеджер сам говорит, у нас очень мало звонков, никто не приходит, никто их не покупает. Но, тем не менее, эту ситуацию узнают другие дилеры, другое руководство других салонов. Они говорят, вот, а мы тут все с наценкой продаем. И руководство этого салона говорит, нет, давайте все-таки продавать с наценкой. Вопрос возникает, для кого, зачем, почему. Если люди в розницу, то сейчас не готовы уже покупать, а вы все пытаетесь с какой-то наценкой. То есть, естественно, это все рассчитано на дурака, на того, кто финансово неграмотен, кто придет в салон, ему скажут, о, скидка. Ну, вот это стандартная история, что кредит трейдин, подчеркиваю, можно купить выгодно при кредите трейдине, а можно вот так, по полной программе, тысяч там на 200, на 300 залететь. И происходит интересная ситуация. Появляется человек, который говорит, да, я готов купить здесь сейчас пола по рознице. Я вам рассказываю реальную ситуацию, это было буквально неделю назад. Я говорю ребятам, все, есть человек, будем сейчас забирать. Руководство уже на следующий день, да, говорит, типа, не, плюс 50 тысяч к рознице. Естественно, человек говорит, вот такого. 50 тысяч покупайте сами, вот пусть ваши родственники покупают. Проходит день, они говорят, плюс 30. Проходит еще день, давайте, забирайте в розницу. Я звоню человеку, он говорит, типа, до свидания, я уже нашел в регионе, в розницу купил. Возникает вопрос, знаете, это такая биржа, типа, вот такая. Сегодня выше, сегодня ниже, именно с этими наценками. И такое происходит, в принципе, по многим дилерам. То же самое с отечественным производителем. У них есть машина, которую можно забрать в розницу, так еще и вот с этим заводским допом в подарок. А можно нарваться на дилера, который ту же самую машину вам предложит там с плюс 90. Но это не потому, что там дилер какой-то плохой, это руководство у него такое. Они некоторые все думают и надеются, что народ будет покупать втридорога. И этому вина то, что люди некоторые приходят, так и покупают. Купить новую машину сегодня, вот мне очень часто поступают звонки. А как это торгуется, а как то торгуется. Ребята, каждый день и каждый месяц все по-разному. Вот каждая покупка, она индивидуальна. Раньше, да, там, до пандемии все было гораздо проще. Ты знаешь, что на конкретном модели, прямо вот таблица у тебя есть, там, с примерными. Как будут продавать, там, где-то со скидкой 100 тысяч, ну и так далее. Не будем к этому возвращаться, повторять одно и то же. Факт в том, что было понятненько, была какая-то такая некая стабильность. Сейчас, говорю, ты можешь позвонить одному дилеру, вот люди приходят, говорят, как так? У вас Солярис висит там миллион 300 в РРЦ. Да не может такого быть, я обошел всех, везде его предлагают за полтора миллиона. То есть на 200 тысяч больше. А иногда редкость, но вылетает вот что-то плюс-минус выгодное. Поэтому касательно вот этих всех писем от производителей, да, что вот, производитель сказал, всем плевать абсолютно. Все эти истории, что от допов там можно отказаться после покупки, тоже, как показывает практика, все это хрень. Потому что юристы от дилеров тоже идут вот так вот. Они вам продадут тонировку и антикоррозийную обработку. И попробуй от нее откажись. Что ты тонировку сдирать будешь, антикоррозийку будешь смывать. То бишь здесь обход. Но сам факт того, что в масс-сегменте, вот в таких, например, в плане вага, там, допустим, простых, да, автомобилей, продвижение есть. Они реально появляются, их действительно уже можно будет забирать. Ну, просто сейчас лютует просто тупо жадность. Но многие менеджеры отмечают, что надеются, что в ближайшее время, как говорится, лапу по полной программе. И сразу начнут продавать в розницу, а дальше и начнутся реальные скидки и подарки. И вот такая ситуация, она происходит, в принципе, уже по многим брендам. Если мы начнем потихоньку-потихоньку подниматься, то у Kia тоже подвозят автомобили. Да, на них спрос, ну, действительно, больше, чем, например, на некоторый популярный вообще сам по себе бренд. Китайцы до сих пор пытаются лютовать и продавать автомобили с наценкой. Здесь все индивидуально. Здесь нужно вникать, какая модель, какой бренд, что в реале происходит у них с поставками автомобилей. Например, по Ниссанам, если пройтись, уже сейчас можно машину купить с реальной скидкой, если воспользоваться кредитом ради скидки. Там есть некоторые заморочки, но они прозрачные. И если высчитывать вот эти вот честные предложения, там действительно человек остается в выгоду. То есть ты можешь купить машину чуть-чуть дешевле, то бишь там каска перепадет в подарок. Ты можешь получить себе там шины зимние, какие-то сетки. Ну, действительно, выгодно для себя машину забрать. Это становится еще выгоднее, чем было там месяц-два месяца назад. Постепенно идет вот так. С Mitsubishi Outlander, казалось бы, кому нужны, но когда они вылетают по хорошим ценам, это по розничным. Их действительно забирают. Если мы там пойдем еще выше, Audi, спрос не такой большой, но тем не менее, как бы с ними там можно договариваться. Просто вот повторюсь, да не хочу повторяться, но тем не менее. С немцами там отдельная история. Вот эти все конфигураторы, цены, они постоянно отличаются. Машина пришла, постояла 40 дней и уже совсем другая цена. В общем, здесь нужно садиться и вникать, но скидку там найти можно. Ну, не забывайте о том, что там ценник просто сейчас космический стал. Сейчас выросло просто все в космос. Вот, например, сейчас BMW X5, X6, которые стоят 8-9 миллионов по розничным ценам. Вылетели предложение в рамках февраля. Действительно могут слить. Один дилер готов их отдавать по хорошей цене. Но это редкость. А люди некоторые этого не понимают. Они думают то, что, о, просветление, значит завтра будет еще выгоднее. Но нет. И бывает такое, что человек ждет того, что, о, сейчас я еще посижу и потом заберу. Вот есть хорошая поговорка, хороша ложка к обеду. Иногда что-то вылетает, и это реально нужно брать здесь и сейчас. Завтра такого уже не будет. И будешь потом локти кусать, если действительно машину хотел купить. С Toyota и с другими брендами, да, ну, просветления нет. Вообще такое ощущение, как будто они вот как шли со своими наценками на Land Cruiser, там, 302-3 миллиона. Люди пишут с регионов, купил с наценкой миллион 400. И дико счастлив, потому что обзвонил там чуть ли не всю Россию. Наиболее выгодная цена. Всегда находятся те, кто рассказывает какие-то истории, серии. Купил Camry, там, чуть ли не в розницу. Так мне еще вот такой список подарков дали. Но покупал с трейдином, с кредитом, все прозрачно, все посчитал реально выгодно. Смею предположить, что такое действительно может быть, но это такие, знаете, 5% из 100. Mazda, это вообще прикол. Вот эти, вот, Сергей ProDrive канал, вот он нарвался. Помните, я снимал ролик про Mazda CX-5, как вот Кунцева дурит людей, что обещают привезти в РРЦ. Приезжают машины, они наценку делают. Он пришел к ним в салон, снимал их, там, показывал, что вот, смотрите, там, в розницу продавали. Но Серега не учел одно, что дилер взял просто в наглую на тачке, понавешивал ценник уже на 300 тысяч выше, чем она реально стоит. Ну, так, примерно, плюс-минус. Факт в том, что многие сейчас запрыгивают, там, смотрят, как эта машина стоит, к примеру, 2,200. Она же 1,9 млн на официальном сайте. А официальные сайты, я вам про это уже давно рассказывал, уже давно начали делать так, что у них вот эти вот маленькие звездочки из серии цена указана при условии кредит-трейдин. И откажись от всего этого, ценник сразу на 300 тысяч выше. Короче, дурят и водят за нос по полной программе. Многие путаются в ценах, потому что 21-й год одна, с 22-го года подняли цены. Они же об этом не говорят по телевизору, они об этом не кричат на своих официальных сайтах. Ценник поднимают как? Приходит письмо на электронную почту дилерам о том, что, уважаемые коллеги, с 15-го января фиксируете новые цены, розничная цена выросла, и на каждую, там, модель автомобиля от определенной марки поднятие. И поднять идёт постоянно. Вот здесь отличная тема затронуть, будут ли цены падать. Знаете, удивляюсь, честное слово. Людям, когда задают такой вопрос, казалось бы, все люди взрослые, то бишь, дети машины там не покупают, как правило, звонят там люди 25 и выше лет. Всегда я им задаю один вопрос. За последние 20 лет было хоть раз такое, что курс доллара значительно упал и зафиксировался? Было хоть раз такое, что машины, официальные розничные цены, падали и фиксировались? Было хоть раз такое, что продукты в общей массе падали? Ну и так далее, с недвижкой. Не было этого никогда. Постоянно, если вы посмотрите все графики, они вот так вот вверх все идут. А какие вы ждёте упадок цен? А с чего вдруг? Почему? Я уже говорил, что если какой-то дилер, там, определённый бренд не будет справляться с продажами, да, вот не пойдёт к нему народ, он распродаст там кое-как свою базу, которая у него есть, закроется и всё. То есть такого, что там упадёт цена, такого не будет никогда. Единственное, на что стоит рассчитывать, да, что упадут наценки. Вот это важно не путать. Наценка и розничная цена, вещи разные. Наценки упадут, придёт день. Но чтобы розничная цена официально падала, нет. От розницы потом скидку смогут сделать, исходя из маржи автомобиля. Это да. Есть действительно ликвидные позиции, которые люди хотят покупать. И такая ликвидная позиция есть у каждого бренда в каждой модели. Вот можно, например, найти автомобиль, там, не знаю, Rapid, Polo в комплектации, которая нахрен никому не нужна. Ну, просто не востребована она в силу там своих опций. А есть комплектации, на которых прям действительно может очередь стоять. И люди хотят эту комплектацию, потому что она удачная, там, цена соответствует опциям и так далее. Ну, по нынешним ценам. Volkswagen Tiguan в R-Line действительно на них есть очередь. Есть фанаты, они хотят купить машину, чипануть, там, усилить, гонять на них. И вот то же самое бывает с Qashqai, с X-Trail, с BMW различными моделями. Вот на такие машины, да, на ликвидные позиции, естественно, дилеры не дураки. Они в этом крутятся, они, как бы, рынок знают лучше нас всех. Они понимают, что востребовано, что не востребовано. На эту машину сложнее получить выгодные предложения. Но когда оно есть, она отлетает просто, вот, действительно, в моменте. Иной раз глупость и жадность вот этих боссов, так называемых, она просто зашкаливает. Я общаюсь с менеджером. Он говорит, вот, Nissan продаем, 29 число, 31 день в месяце. Мы план не дотягиваем. Мы уже подходим к руководству, говорим, давайте сделаем сейчас распродажу, скидки какие-то объявим, в розницу будем продавать. Мы сделаем сразу хорошее условие. Нет, нет, нет. Потом наступает 31 число, приходит какой-нибудь босс и говорит, ну, ладно, в рамках одного дня все машины, которые в наличии с ПТС, продавайте в розницу. И поймите, ему-то фиолетово. Он сел в свою машинку, там, уехал домой пиво пить, условно. А люди, которые действительно хотят купить, никого не волнует, что человек может быть там за городом, человек может быть в регионе, но он готов приехать за этим предложением, но ему нужно какое-то время. И то есть, как бы ты сидишь, говоришь, я покупатель, у меня есть деньги, ты продавец, ты не можешь план выполнить, ну, дай мне возможность зафиксироваться, я приеду куплю. Нет, не волнует. Вот сегодня приедешь, тогда машина твоя. То есть, понимаете, это скотское отношение. Мы с ребятами, с менеджерами, постоянно с этого, на самом деле, удивляемся. Я постоянно говорю то, что вообще идиотизм. Ну, так нельзя себя вести. Если вы видите, что не справляетесь, ну, дайте людям возможность спокойно, там, за 3-4 дня до конца месяца, чтобы они успели, там, снять деньги, выбрать, там, наиболее удобный способ покупки для себя. Если кто-то у кого-то говорит, подать спокойную заявку, он говорит, нахрена это делать, все вот это вот в спешке в течение одного дня. А потом они работают в этот день, там, до 12, до часа ночи, выдают эти машины. И, естественно, никто им, там, какие-то космические премии за это не платит. Многие дилеры в шоке, и они не поддерживают, ну, я подчеркиваю, менеджеры по продажам не поддерживают ситуацию. Но есть и те, кто, знаете, сам по себе капризный, вредный. Как правило, я с таким не работаю, поэтому ребята, с которыми я работаю, всем привет передаю. Как правило, это вот повезло. Найти адекватных людей, шустрых, которые действительно готовы, внимание, готовы в пользу клиента, то бишь вас, там, кого-то делать хорошее предложение, добиваться, настаивать, долбить своего руководителя, чтобы он дал наиболее выгодные условия для продажи. Вот хочу вам рассказать про текущую картину с кредитом ради скидки, когда это идет, например, на, там, Ниссаны. Вот частенько вылетают они в Инстаграме, бывает на БМВ тоже самое вылетает там, где действительно какую-то выгоду можно найти. Вот интересная особенность, смотрите, внимание, на канале есть ролик, что такое кредит ради скидки, как это работает, где я 20 минут детально все это рассказывал, поэтому сейчас я пересказываться не буду. Там математика простая, прозрачная, кто считать умеет, вот 2 плюс 2, кто понимает, что равно 4, а не 5, тот все поймет, посмотрит, разберется. Но сейчас есть такая фишка, что некоторые дилеры дают возможность тебе закрыть кредит досрочно, хоть на следующий день, и это дико выгодно. Ты сегодня оформился, получил свою выгоду, поставил машину на учет, приехал, закрыл кредит, переплатил пару тысяч за проценты за этот день, все, но ты со своей выгодой остаешься. У других же дилеров пошла обратная ситуация, что они не могут дать такую возможность. Они говорят, банк хочет видеть, что вы действительно клиент, а не вот этот вот хитрец, который сейчас свои выгоды получит, а банку типа хрен. Поэтому они дают допник, на основании которого ты должен платить первый, второй и третий месяц. То есть, на третий месяц ты можешь закрыть. Соответственно, сразу возникает вопрос, какая переплата по процентам будет за вот эти три месяца. Они считаются. Пусть это будет, возьмем в среднем какой-нибудь Nissan при цене 2,5 миллиона рублей, 50 тысяч рублей. Вот эти 50 тысяч рублей дилер, как правило, пытается тебе компенсировать какими-то допами, что-то поставить. На каждую машину это по-разному. Но в любом случае это лучше, чем нифига. Иногда люди говорят, да в такой ситуации это можно от допов отказаться, и тебе там дополнительную скидку сделать. Хрен. То бишь, здесь вариант. Либо ты берешь эти допы, либо ты их не берешь. Но тебе дополнительный дисконт никакой не делают. И вот для многих, кто не покупает автомобили, да, часто, когда начинаешь вот это рассказывать, человек такой, как бы, надо взять кредит, поплатить три месяца потом. Ты, короче, начинаешь думать, что какое-то шулерство происходит. Что, короче, сейчас его где-то обманут. Но когда ты говоришь, бери ручку, бумагу, и вот начинаешь все это расписывать, если там не совсем прям глупо, я никого не хочу обидеть, но люди бывают очень разные. Поверьте мне, бывают люди, вот просто не понимают они математику, не понимают условия. Ты ему объясняешь, три раза одно и то же говоришь, он на четвертый раз еще раз спрашивает, аж потом на тебя еще обижается, что ты ему якобы не ответил на вопрос, на который ты ему ответил уже пять раз. Люди, это всегда сложно. Но сам факт того, что кто понимает, выгоду свою может увидеть. Сейчас очень сильно изменились ставки по кредиту. Вот на сегодняшний день официально ставка по ипотеке, например, от Сбера, стала там 11,5%. На первичку, на вторичку плюс-минус вот такая реальная ставка. На автомобиле типа Шкода, Фольксваген в среднем ставка сейчас 15%. Реальная ставка на BMW плюс-минус тоже 15%. На Nissan и Mitsubishi ставка может быть 18%. Все те, кто скажет, о, да я сейчас взял там 12-14, ребята, я могу вам сделать ставку, какую хотите. 9% хотите? Будет 9%. Хочешь 7? Сделаем 7%. Но просто не забывайте о том, что вы увидите ставку красивую там ниже 10, но при этом вот такой хвост будет в виде какой-нибудь страховки жизни еще чего-то на 300-500 тысяч рублей. Некоторые присылают кредиты, там вот так вот аж пот по лбу идет, думаешь, ни хрена себе, как пытаются человека обдурить на какие большие суммы. Поэтому сейчас реалии стали такими, что цены на машины выросли и зафиксировались, где-то присутствует до сих пор большая наценка, так еще если ты действительно хочешь купить машину в кредит, которую ты будешь платить там 3-5 лет, при ставке 15-18%, там машина, какой-нибудь X-Trail ценой 2,5 тебе может суммарно за 5 лет вылиться там в 3,5-4 миллиона рублей. Все зависит от того, с каким первоначальным взносом ты зашел. Поэтому ценники просто, просто, ребята, ужасающие. Очень часто мне звонят люди и говорят, слушай, ты, короче, поход делал какой-то мошенник, потому что такого быть не может. Вот, например, я выложил Solaris в хорошей комплектации, востребованной, миллион триста машина стоит, 21-го года. Человек звонит, он говорит, такого быть не может, я прошел по всем дилерам Москвы, неделю я ходил, мне предлагают полтора миллиона, вот честная цена, то есть плюс 200 тысяч, а здесь, казалось бы, миллион триста. Вот ни в коем случае не в свою защиту, а так вот отмечу, что вы поймите, вот этот опыт работы в поиске автомобиля, вот этот опыт выстраивания с людьми, с менеджерами. Менеджеры бывают разные. Есть такие, которые, вот, он в носу ковыряется, он вообще спит. Ему неинтересно работать, он не хочет торговать. А есть такие, у которых горит пятая точка. Почему? Ипотека, дети, своя машина в кредите, ему нужны деньги, он хочет зарабатывать. И он в рабочее время не сидит там по сторонам, смотрит, ждет, когда звонок будет. Он ищет в базе машины, которые можно выгодно продать. У некоторых крупных там, да, дилеров, у которых большие сетки, они могут машины притаскивать в Москву, там, с другого вообще региона. База есть, и он может договориться и сделать машину выгодной. И, как правило, такие менеджеры находят машину, они быстро отлетают, он делает продажу, он получает свой бонус от продажи, да, ну, заработок свой дополнительный. И, соответственно, вот здесь это вот нужно, как говорится, уметь крутиться, вертеться. Так просто, что ты зашел в салон, сел, и вот попадется в такой менеджер, это вероятность 1% из 100%. Она может быть, да, ты можешь с него наткнуться, но, как правило, такой менеджер, он всегда найдет, куда эту машину пристроить. Поэтому здесь человеческий фактор. Кто-то ждет, сидит, что ему позвонят, а кто-то сам реализует автомобильный склад. Дальше двигаемся. Вот в процессе съемки сюжета также параллельно звонят люди, и многие, понимаете, не совсем понимают математику рынка. Вот человек звонит, говорит, типа, вот у меня с 5 миллионов за последние полгода плюс 500 тысяч доход, там, хват он вложил. Он хочет купить машину BMW. Так она за эти полгода на те же самые 500 тысяч выросла. Пожалуйста. Ценник растет, ребята, космическими шагами. Поэтому здесь, понимаете, вот реально, хороша ложка к обеду. Здесь найти выгодное предложение для себя, если вы мониторите рынок, да, по какой-то конкретной модели. Надо брать и покупать сразу. Забыть этот вопрос страшный с покупкой автомобиля. Поехать, работать и заниматься. Почеркиваю, я никогда никого не призываю покупать автомобили с наценками. Очень часто люди воспринимают меня как хама, как быдло, когда они мне звонят. Вот это послушайте внимательно. Звонит человек. Мне в день поступает примерно минимум 20-25 звонков. Максимум это, ну, 70. Реально, звонков. Плюс параллельно еще WhatsApp все это дело пишут. И у меня нет времени с человеком общаться по 10-15 минут. А многие люди хотят рассказать целую жизненную историю. Как они с женой катались на мазице X5 лохматых годов. Им все понравилось. Потом они хотели купить Honda CR-V. Но им не понравилась цена, как машина едет. Таким образом, в течение 10 минут мы приходим к тому, что он хочет купить Toyota RAV4 2.5 в максимальной комплектации. Которая продается с наценкой 300-400-500 тысяч рублей. Естественно, он не готов покупать с этой наценкой. А вот эти 10-12 минут, что мы разговаривали, коту под хвост. Поэтому, как правило, всегда стараюсь сразу с человеком определить, смогу я ему помочь или нет. Многие насмотрятся вот этих цен типа там Автору, Автоспоты, Авито и прочее-прочее, включая официальные сайты некоторых дилеров, где ценник занижен. И мозги работают так, что ага, если там желаемая машина ниже, по цене, чем она типа там по РРЦ, он надеется, что он найдет ее еще выгоднее, со скидкой. А по факту, те цены, которые указаны, они вообще ничего общего с реальностью не имеют. Многие приходят, начинают считать и понимают, что дурят. И дурят сплошь и рядом. И самое главное, что дураков, я вот никого не хочу обидеть, становится все больше и больше. Люди забывают о том, что интернет изначально был придуман для того, чтобы получать спокойно знание, общую информацию. Любой из вас должен понимать, что существуют сайты официальных производителей. Вы думаете, все об этом знают? Люди покупают Land Cruiser, дорогие машины, и не знают, что можно зайти в Toyota.ru и посмотреть хотя бы, какие комплектации есть, почем они стоят. Они этого не понимают. Люди не знают, что существуют калькуляторы кредитные, куда ты можешь зайти, вбить там сумма долга, ставка, срок платежей в 60 месяцев и понять, совпадают ли у тебя платежи, которые тебе менеджер назвал, или тебя опять же обдурили, там тебе что-то зашили. Не понимают этого. Они пишут, типа, вот мне Мазду предлагают за 3200. Хорошая это цена или нет? Я говорю, так а что это за комплектация? Как покупаешь? Ну, мне вот сказали за наличку 3200. Заходишь на официальный сайт, она там 2600 стоит. Я говорю, ну, сделай выводы, хорошая это цена или нет, потому что тебя на 600 тысяч дурят. Поэтому, ребята, купить машину сегодня, я вам больше скажу, сейчас вот подбор услуг до новых автомобилей, там, вторичек, он дает такие веточки, да, вот как вот дерево, там, допустим, кустик растет, и вот различные направления. Мне на днях написал человек, который говорит, я сейчас помогаю людям, внимание, за деньги просто понять, какой автомобиль им подойдет, новый, то бишь, допустим, семья, там, три человека, там, муж, жена, ребенок. Муж получил права, раньше никак машины не было. Он говорит, вот у меня есть, например, полтора миллиона на руках, наличкой, я готов взять, там, кредит, так, чтобы, там, 3-4 года платить не выше 20000 рублей. То есть, он не знает, как посчитать, какая-то сумма будет, 500 тысяч, это миллион, два. И, как бы, мне вот под мои задачи нужна машина. Какая? В машинах я чайник, вообще ничего не понимаю, помогите мне. И задача человека, это понять, какую сумму он может взять, ну, допустим, пусть это будет миллион рублей на 5 лет, то есть, этого 2,5, что он сегодня за эти деньги может купить. И вот он ему, как бы, по ситуации по рынку, говорит, вот эту машину можно подобрать. То есть, он с ним до сделки даже не доходит. Он просто говорит, тебе подойдет, там, к примеру, там, Kia Soul, там, в такой-то комплектации. Они с женой смотрят, о, да, нам машина понравилась, ездили в салон и так далее. А дальше либо сами покупают, либо уже куда-то дальше уходят. Я вам говорю, здесь приколов очень много. Очень много цепочек, когда на одном человеке хотят заработать, там, 3-5. Мне звонят перекупы, я говорю, ребят, я не смогу с вами работать. Во-первых, я сам не хочу. Во-вторых, менеджеры, с кем я работаю, дилеры, они не будут вам на юрлице продавать машины. Но бывает так, что, смотри, зарабатывает салон, я ищу машину, организовываю сделку, я зарабатываю. Ко мне приходит подборщик, который с региона, кому-то там ищет машину, он зарабатывает. И ещё большой вопрос, он ищет напрямую человеку или он ищет какому-то другому подборщику? То есть, на одном человеке может заработать 4. Вы вдумайтесь в это, ребята. Справедливо это? Ну, конечно, я считаю, что несправедливо, но это рынок, люди сами не хотят ничего делать, люди не хотят вникать, они не хотят ни в чём разбираться, они хотят дать денег, и как бы найдите мне, дайте, купите. Ну, пожалуйста, любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Когда речь заходит про немцев, самое стандартное бывает так, что дурят людей с коммерческими предложениями. Вот, например, это может быть с Мерседесом, с БМВ, с Ауди, в частности. У Ауди вообще есть отдельное письмо, где информируют людей о том, что цены в конфигураторе не имеют ничего общего с реальностью, что они так плюс-минус примерные. Ты можешь прийти, вот сегодня звонит там человек, допустим, мне вот купятую предложили за 4 800, которая стоит 6 300. Я говорю, ты пойми, в коммерческом предложении тебе могут писать, что она 7 стоит. Вот понять бы реальную цену машины. Соответственно, здесь всё это нужно. Такая же история бывает стандартно с рейндж-роверами, помню, одно время постоянно она встречалась. Так что за этим, за всем делом нужно следить. Вот хороший момент ещё, когда люди спрашивают, а как вообще понять, например, косяки с машины были, не были. На самом деле, если вы изначально покупаете сами себе машину, и у вас хорошие отношения идут с менеджером, он может сразу узнать, делался какой-либо ремонт по автомобилю. Если, к примеру, пришла машина, и она была ударена, допустим, красилась дверь, либо ещё что-то делась, просто так втиху покрасить никто не может. Они в любом случае будут открывать заказ-снаряд, и поэтому он это увидит. Поэтому общайтесь с ним по этому предмету. Была интересная ситуация, когда человек недавно, вот мы ему подобрали рапид, он приехал его забирать, и отказался. Почему? Открыли капот, и выяснилось, что три болта крашены. А как крашены? Это было покрашено, внимание, на заводе. Это наша отечественная сборка. Как выяснилось, на рапиды, когда ставят бампера, они иногда стоят там как-то криво, и их там дефектуют прямо на заводе. Их подгоняют, затягивают, и вот эти болтики их красят. И, естественно, красят уже там не конвейером условно, а вот кисточкой. И цвет не попадает. То есть, он белый и белый, но оттенок есть. Человек приехал, увидел то, что три болта крашены. Мы объяснили то, что, дядь, ну это с завода такая машина пришла. В остальном всё новое, всё пожалуйста. Его это возмутило, потому что, говорит, ребята, я покупаю себе новую машину. Я хочу, чтобы она была новая, чтобы она была идеальной. Здесь три болта крашены, меня это не устраивает. Естественно, ну, лично я ему там деньги все вернул. Люди ему вернули деньги, сказали, без проблем. Ну, а что мы сделаем? Как бы, если бы это мы покрасили бы, мы бы об этом сразу сказали. Но такая машина пришла. Поэтому, косячки встречаются. И оно встречается и на дорогих машинах. Поэтому, можете не удивляться. Итак, нужно сделать такой общий вывод. Суть которого сводится к тому, что ситуация на рынке меняется. Спрос на автомобиле действительно падает. Машин подвозят всё больше и больше. Таким образом, наценки всё меньше и меньше. По определённым брендам, определённым моделям. Где-то дефицит всё так же сохраняется. Наценки остаётся действительно большими. Но сам факт того, что пока что рынок идёт вниз. Я вам даю общую информацию, которую я сам вижу. Что будет завтра, покажет завтрашний день. Не нужно думать, что сейчас в один момент всё-всё изменится. Рынок может происходить постепенно. Месяц, два, три, четыре. Может быть, к лету начнутся какие-то скидки. Посмотрим. Я вас никого не призываю. Вот всё бросать, бегите, покупайте. Я вас никого не призываю. Не покупайте, ждите чуда. Принимайте решение сами. Моя основная задача – это не вести себя как гуру, эксперт, как мне некоторые вешают регалии. Нет. Я просто этим занимаюсь. Я вот вам пересказываю, что происходит по рынку. Быстро пробегаемся. Лада. Есть машина, которую можно забрать в розницу. Ауди. Можно найти машины со скидками. Нужно высчитывать. Нужно понимать вообще, реально вам скидку делают. Или вас дурят вот с этой розничной ценой. БМВ. Сейчас у них появляются автомобили, которые уже полноценные комплектации. Раньше был дефицит с некоторыми опциями. С апреля говорят всё. Сейчас начнётся опять нормально, будут подвозить. От моделей к модели цены растут. Где-то бывает какая-то реально хорошая скидка. Всё индивидуально нужно искать. Китайцы в общем массе, смотря на что нарваться, вылетают машины в рознице. Вылетают машины, вот люди пишут, с плюс 400. Объехал там чуть ли не, обзвонил чуть ли не всю страну. Ничего выгодного найти не может. По японцам. Если берём Мазду, берём Тойоту, пока что там вообще ничего выгодного нет. Те, кто находит машины, как вы говорите, Тойоту Камрис плюс 100. Это вылетает такое, лично встречал. Но это редкость. Это прям крутейшее предложение. Самое главное, чтобы комплектация соответствовала. А не какая-нибудь такая, знаете, хрень из серии. Вроде Тойота, а никому не нужна. Таксисты далеко не каждую машину ещё возьмут. Они себе выбирают, как положено. Корейцы, Кия, Хёнде. У них проблемы с мотором на Соренто и Санта-Фе с дизелем. Это официальная проблема есть. Дилер об этом проинформировал производитель. Поэтому те, кто удивляются, а где они? Почему их нет? Ну, моторы такие не поставляют. Но плюс-минус, периодически машины вылетают. И я думаю, что просто точно так же нужно какое-то время подождать. И сейчас и они будут готовы уже отдавать их в розничные цены. Ниссаны, Митсубиши неплохо расходятся. Тачки типа Peugeot, Subaru, Suzuki. Ребята, спрос на них мизерный. Я поэтому про них даже не говорю. Я вижу периодически, что вопросы происходят с Subaru. Я не знаю, как они торгуются. Потому что у меня ни с кем суть до дела никогда не доходила на покупку какого-нибудь нового Subaru. Поэтому очень всё странно. Skoda. Rapid'ов полно. Другие машины тоже подвозят. Умышленно. Ребята, умышленно в целом держат цены, держат наценки. Имеют возможность уже продавать машины в РРЦ. Точно так же с Volkswagen. Вот сейчас буквально люди пишут, пожалуйста, отдадим в кредит ради скидки в розницу. Говорю, ребята, уже в розницу готовы так отдавать? Без кредитов. Ну вот общая картина. Lexus, ну понятное дело, там с наценками отдельная история. Есть какие-то редкие машины, там типа Infinity, там новая появилась. Их просто мало. Поэтому их тоже будут продавать не совсем выгодно. Джипы сейчас старые распродают. Но можно найти хорошее предложение. Даже со скидкой и так далее. Поэтому всё индивидуально. Имейте в виду, что активно веду инсту. Кому надо, подписывайтесь. Увидите хорошее предложение, звоните. Будем организовывать сделку, вести её, чтобы всё прошло гладко. Кому не надо, не подписывайтесь. Тут решение принимайте сами. Итак, немножко хочу от себя добавить, что та ситуация, которая творится на рынке. Вот мне, допустим, некоторые пишут, типа, Диман, а что ты себе машину не поменяешь? Ты уже столько на ней ездишь. Я честно, ребята, мне кажется, что эту историю рассказываю раз в 20-е, и я её постоянно вырезаю. Зашёл я посмотреть цены. Я как увидел, что по чём стоит. Какой-нибудь X6. Покатался вот X6-7, да, вы знаете, давали. Понял, что для 7-и не подойдёт. Ну реально, прям на личном примере сразу понял. X5, бэушный, 4-х годовалый, с пробегом там 1050, 4,5-5 миллионов. Бэушный за 5 миллионов, можно сказать. Новые сейчас, ребята, предложили 7. Я понимаю, что шикарная, ребята, шикарная цена, 7. Я начал считать, думаю, это же сколько там, это надо по-любому кредит брать. Думаешь, ну это вот, думаешь, опять этот кредит, думаю, нахрен надо. А с другой стороны, знаете, прихожу вот в сознание, в себя. Мы сейчас будем делать капитальный ремонт весной в квартире. Будем ванну по-другому делать, комнаты менять. Здесь надо полы все перестелать. То есть решили одним разом сразу всю квартиру там отремонтировать. Кухня у нас старая, то есть от владельца до остаться. Она может быть на картинке красивая, да, вот так вот фоном. Но нужно, короче, это всё менять. По моим подсчётам, с моим подходом к ремонту, да, помните, балкончик 700 тысяч. Я думаю, в ремонт я вложу 2-3 миллиона. И их ещё нужно тоже сейчас параллельно зарабатывать, эти деньги. То бишь, я сейчас сделаю ремонт, ещё этот машина, думаю, машина, что она будет под окном стоять. Я езжу на машине, за 4 месяца я проехал 4 тысячи километров. Тысяча в месяц, вы вдумайтесь, но это очень мало. Поэтому вроде как мужское, я не побоюсь этого слова, пацанское. Начало оно тебе говорит, X5 белый в М-пакете с чёрным стайлингом. Дима, надо брать, один раз живём. Утром просыпаешься, как ну подхожу, думаю, думаю, да я не езжу на машине вообще. Поэтому я вот всех вас призываю, вот кто хочет купить машину, ребят, вы подумайте, реально нужна. Если действительно надо, много ездите, позволяйте, берите. Если вот из серии просто нутро подбивает, а по факту и своя сойдёт, и своя ездит, а зачем? А смысл? Надо мной смеются в инстаграме, смеются, говорят, вот у тебя там, у меня сейчас подвеска застучала, продай, не мучайся, купи другую. Я сейчас в подвеску в кину какую-то сумму, да какая бы она там, 20-100 тысяч рублей, не важно. Я её перетряхну, надо будет, всю перетряхну, там передняя часть только застучала. И буду ездить дальше. А тут покупая только там новый автомобиль или с пробегом, ты, во-первых, отдашь больше, во-вторых, это вот эти стандартные истории, надо сделать химическую полировку, надо купить шины, надо поменять все масла, а потом опять же так же можно попасть на те же самые дополнительные вложения. Думаешь, нафиг это надо? Вот она стоит, стоит. И так, знаешь, себя успокаиваешь. Думаешь, что важно-то? Важнее всего погода в доме, а остальное суета. Вот надо погоду в доме создать, чтобы ты приходил домой, получал удовольствие. А дальше скупим, заработаем, что-то и купим. Поэтому, ребята, запоминайте, фиксируйте. Ситуация на рынке действительно меняется и пока постепенно, как минимум, эти наценки становятся все меньше и меньше. Розничные цены вниз никогда в стране в нашей не падали, падать не будут. В лучшем случае, что нас будет ожидать, это прямая скидка от розничной цены. Посмотрим, когда и на каких моделях это будет появляться, так, чтобы ценник для вас стал наиболее доступным. Подписывайтесь на канал, потому что в следующем месяце мы сделаем свежую актуальную подборку таких новостей о том, что реально происходит на рынке. Подписывайтесь обязательно на инстаграм канала, потому что там я выкладываю сторисы. Читайте, смотрите, будете знать, как торгуются машины. У меня на этом все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк. До новых встреч всем. Пока-пока.